Предисловие Эта книга мгновенно уронила известного писателя в глазах публики, превратив его из вождя прогресса в жалкого подхалима. На эту книгу выпустил рецензию Белинский. Распространение письма Белинского в России было на тот момент невозможно, его тайно переписывали от руки. Кстати, именно за это письмо Достоевского и приговорили к смерти в 1849 году, позднее заменив расстрел на каторгу. Приговор Достоевскому гласил, отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстреляниям. Виссарион Григорьевич Белинский. Письмо Николаю Васильевичу Гоголю. 15 июля 1847 года. Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека. Этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавшие это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести. И у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем. Но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедует ложь и безнравственность, как истину и добродетель. Да, я любил вас со всею страстью, с какой у человека, кровно связанный со своей стороной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому что в этом отношении представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большего числа, и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и литературные, чичиковы, ноздревы, городничьи и тому подобные, и нелитературные, которых имена вам известны. Вы сами видите хорошо, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Примечание. Намек на славянофилов. Если бы она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все, за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению, за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей, в этом виноваты только вы. И это нисколько неудивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека. Примечание. Из прекрасного далека. Слова самого Гоголя в мертвых душах. Ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть. Потому что вы в этом прекрасном далеке живете совершенно чуждом ему в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещении, гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их выполнение. Вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не человек. Страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками – Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками. Страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые современные национальные вопросы в России теперь – уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство, которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых, что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута – треххвостую плетью. Примечание. Белинский имеет в виду плана министра внутренних дел Перовского в его записке об уничтожении крепостного состояния в России. Кнут заменен плетью в 1845 году. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне. И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, является с книгою, в которой во имя Христа и Церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами. И это не должно было привести меня в негодование. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас за эти позорные строки. И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги? Нет, если бы вы действительно преисполнились истинною Христова, а не дьяволово учения, совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так, как его крестьяне, его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение «Ах ты неумытая рыла!» Да у какого ноздрева, какого собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим баром, сами себя не считают за людей. А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которого должно пороть и правого, и виноватого. Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления, быть без вины виноватым. И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления, не может быть. Или вы больны, и вам надо спешить лечиться, или, не смею досказать моей мысли, проповедник кнута, апостол невежества, поборник абскурантизма и мракобесия, панагерист татарских нравов, что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною. Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю. Она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма. Но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какую-нибудь, а тем более православную церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стала быть поборницею неравенства, листецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми. Чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки, потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста. А потому неужели вы, автор «Ревизора и мертвых душ», неужели вы искренно от души пропили гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем, как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти. Но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника? Кого русский народ называет дурья порода, колуханы, жеребцы, попов? Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете. Странно. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире. Ложь. Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе «годится молиться, не годится горшки покрывать». Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Примечание. Этот тезис получил отражение в статье Герцена «Россия, 1849 год», писавшего «Русский крестьянин суеверен, но безразличен в религиозном смысле. Он в точности исполняет все обряды, чтобы остальные шесть дней не думать о церкви». Священников своих он презирает, как лентяев и жадных людей, которые живут на его счет. Во всех непристойных народных рассказах и уличных песнях предметом насмешек и презрения служат всегда попы, диакон или их жены. Суеверия проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается и с ними. Живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков. Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре. У него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. И вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привелась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся тихую, холодную, аскетическую созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме. Его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась настолько в раскольнических сектах, столь противоположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно. Не буду распространяться о вашем дифферамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо, этот дифферамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия. Оно покойно, да говорят, и выгодно для вас. Только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека. Вблизи-то она не так красива и не так безопасна. Замечу только одно, когда европейцам, особенно католикам, обладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека, даже порядочного, болезнь, известная у врачей-психиатров под именем религиозная мания. Он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному. Да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества. Бестия, наш брат, русский человек. Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете, как великую и неоспоримую истину, будто простому народу, грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только передавший ее бумаги вы не знали, что творили. Но может быть, скажете вы мне, положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь, но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений. Потому отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братьею. Примечание. Степан Анисимович Бурачок редактировал журнал «Маяк», являвшийся крайним выражением идеи казенного патриотизма и официальной народности. Конечно, в вашей книге больше ума и даже таланта, хотя того и другого не очень богато в ней, чем в их сочинениях. Зато они развили общее им с вами учение с большей энергией и большей последовательностью. Смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане. Тогда как вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с вашей точки зрения, если б только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнение русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения. Ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три. В ней есть связь. Сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность. А гимны властям, придержащим, хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо Куварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям в России дают превратный толк. Затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда станетесь довольны своими сочинениями, когда тот кто... и так далее. Примечание. Гоголь действительно писал в 1845 году министру просвещения Уварову. Белинский в основном правильно передает содержание его писем. «Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и еще больше, как человека. Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуруя палетт и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта. И почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно, отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрию, чтобы вдруг лишиться народной любви. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в ревизории мертвых душах вы менее резко, с меньшую истинную и талантом, и менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на вас до бешенства. Но ревизоры мертвые души от этого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права. Она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредные книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья. И это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги. Не без некоторого чувства самодовольства скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностей дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли. Но я тогда же сказал им, что несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины. Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренне, но мысль довести о нем до сведения публики была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается с одной стороны страшной гордостью, а с другой самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других, это было бы только невежливо, но и о самом себе. Это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просветлены. Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени, ни истинной христианского учения, а болезненную боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги. И что за язык? Что за фразы? Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек. Неужели вы думаете, что сказать «всяк» вместо «всякий» значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант? Не будь на вашей книге выставлено вашего имени, и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе. Кто бы подумал, что это надутая и неопрятная шумиха слов и фраз, произведение пероавтора ревизора и мертвых душ? Что же касается до меня лично, повторяю вам, вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей, если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько вы сказали о них дело. Но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главную мыслью вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей, стало быть, на меня всех больше, чистый донос. Примечание. Речь идет о статье Петра Андреевича Вяземского «Языков и Гоголь» Санкт-Петербургские ведомости 1847 год. В этой статье прямо указывалось на Белинского и его партию, которые Гоголя хотели поставить главой какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты. Кажется, сколько я помню, за его вялый, влачащийся по земле стих. Примечание. В 31 главе выбранных мест Гоголь, определяя существо русской поэзии, вспомнил и тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского. «Все это нехорошо, а что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта, отдавший ее с гордым смирением вашим врагам, этого я не знал, не мог, да признаться и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваше намерение. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу. Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Примечание. Намек на предисловие Гоголя ко второму изданию мертвых душ. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Примечание. Шпекин почтмейстер в комедии Гоголя «Ревизор». Гоголь так его описывает. Почтмейстер простодушный до наивности человек, глядящий на жизнь, как на собрание интересных историй для препровождения времени, которые он начитывает в распечатываемых письмах. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и Энн переслал мне ваше письмо в Зальцбрун, откуда я сегодня же еду с Аненковым в Париж, через Франкфурт на Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить в половину, не умею хитрить. Это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас. Тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее заключительное слово. Если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние. Зальцбрун 15 июля 1847 года Примечание Зальцбрун в переводе с немецкого соляной источник, один из старейших курортных городов в Нижней Селизии, богат лечебными гидрокарбонатно-натриевыми и кальциевыми источниками, до 1945 года входил в состав Германии. В настоящее время город называется Щавносдруй и входит в состав Польши. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...